Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Году литературы посвящается. Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» вдохновил молодых самарских дизайнеров. Бруски аксессуары, ткани с отблесками золота – почти королевский шик. Экономические санкции моде нипочем. В России умеют жить красиво и при небольших затратах. Мы вдохновлялись как раз самим собором, его архитектурным устройством, как раз вот этой галереей королей. Это вот убранство, оно выглядит достаточно ярко. Вот это вот богатство есть, присутствует, но я бы не сказала, что очень дорогая коллекция. Модельеры уверены, все это будет носиться. Коллекция участвует в номинации «Костюм-реальность». В этом году поволжские сезоны стали по-настоящему всероссийскими. В финал прошли 24 коллекции. Среди дизайнеров – представители Карачаева, Черкесии, Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново. На моду смотрят широко. Изюминкой стали коллекции в этническом стиле, с армянским орнаментом или в мусульманских традициях. Длинные юбки, сдержанная цветовая гамма. Ирина Саитова из Тюмени сделала актуальной и современной традиционную одежду сибирских татар. Перфорация на коже авторская. Авторский рисунок выполнен по мотивам национального узора сибирских татар. Ну вот в этой, например, модели здесь есть и перфорация, и то, что она распашная – это традиционный силуэт. Молодые дизайнеры уверяют, в последнее время интерес к отечественной одежде стремительно растет. Причем мода от начинающих кутюрье не бьет по кошельку. Цена на дизайнерские вещи начинается от тысячи рублей. А качество исполнения и художественная идея костюмов, которые уже 15 лет представляют на поволжских сезонах, оценили не только российские модники, но и мировые эксперты. Замечательный праздник моды и красоты, и, конечно же, театрального костюма. Я очень благодарен публике, которая поддерживает наши сезоны. Ваше участие для нас особенно важно. Фестиваль «Поволжские сезоны» вошел в число главных культурных символов Самарской области. Из всех подобных мероприятий, которые проходят в Российской Федерации, только фестиваль «Поволжские сезоны» включен в мировой календарь модных событий. В этом году в тренде оказалась классика. Гран-при фестиваля в Новокуйбышевск увезли театр-студия «Грань» и художник-дизайнер Елена Соловьева. Жюри очаровали костюмы к спектаклю «Таня, Таня», а зрителей – подача, искренние эмоции и театральные действия на сцене. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также художник театра «Пластилиновый дождь». Здравствуйте. Маша, ну вообще гремели на всю страну. По всем телеканалам показали. Все соцсети переполнены, модели, которые фотографировали себя, так сказать, за сценой. Просто собрали невероятное количество лайков. 15-й юбилейный, ну же ребенок такой взрослый получается, 15 лет. Ну вот выдохнуть спустя неделю. Какие эмоции, какие ощущения? Нам, как организаторам, выдохнуть еще не пришлось. Ага, это иллюзия, да, потому что мы до сих пор еще закрываем этот фестиваль и продолжаем чередой новых событий, про которые мы тоже расскажем. Но, конечно, мы очень долго готовились и ждали этого мероприятия. Радует, что нам удается оставаться традиционными ежегодными, потому что, на самом деле, не каждый фестиваль может этим похвастаться. Мы не пропустили ни одного года, и Александр Васильев также не пропустил ни одного поволжского сезона, несмотря на свою занятость, на свой плотный график. Для Самары он всегда находит время, для своей родины, где родился его отец, он всегда находит 2-3 дня для того, чтобы приехать сюда. И в качестве своего благотворительности и меценатства поработать с молодежью, с начинающими, с молодыми дизайнерами, с театральными художниками. Отдать эти дни для них, для того, чтобы им помочь, им подсказать. И радостно, что в этом году прошел юбилейный 15-й фестиваль. Это здорово, у нас есть уже телефонный звонок, на такие моды нам звонят. Мы же обозначили тему сегодня. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Нина. Нина, очень приятно. Нина, ну предлагаем вам ответить на вопрос, что же для вас мода? Для меня мода – это состояние души, это уверенность в себе. Так, очень коротко, но очень емко. Спасибо большое. Есть ли, может быть, какие-то вопросы нашим гостям? Что-то хотите узнать, уточнить? Нет, вопросов нет. То тогда смотрите дальше. Друзья, звоните, если у вас есть свое мнение насчет нашего сегодняшнего вам задания, что же для вас мода. Наши эксперты к концу программы подведут итоги, выберут лучшие, на их взгляд, комментарии по этому поводу. Ну, так вот, 24 коллекции – это же очень много. На самом деле география обширна. Коллекции, на самом деле, было изначально еще больше. Сколько заявилось? Потому что у мероприятия есть жесткая, четкая структура, многолетняя сложившаяся. И заявок было у нас от 77 авторов, 77 дизайнеров. И уже для очного участия, для полуфинала в Самару приехало 54 коллекции, 54 автора. Был закрытый полуфинал, который проходил в Строительном университете, архитектурно-строительном, где участники плотно очень работали с жюри, непосредственно сами представляли свои коллекции и выходили к жюри, что тоже для конкурсов подобных редкость. Так практически нигде не бывает. У нас специфика конкурса, что вы можете пообщаться напрямую с членами жюри, услышать их мнение, кредитику, советы. Бывают случаи, что к финалу что-то за ночь удается переделать, улучшить, используя советы жюри. И уже для финального шоу на сцену оперного театра было выбрано 24 лучших коллекций, которые представляются в четырех номинациях. Ну давайте, у нас есть фотографии, пока мы их будем смотреть. Мария нам расскажет, какие же это номинации. Четыре основных. Он Александр, да. Вот так вот начинался. Приветствует Александр. Четыре номинации. Это что за номинации? Это костюм реальность. Это наиболее носибельная одежда. То есть это одежда предапарте, которую можно носить, одевать, которую можно продавать, и которая может найти своего потребителя потенциального. Затем костюм художественная идея. Это уже более фантазийная номинация, где идея доминирует над носимостью, над утилитарностью. Это больше от кутюр. Затем номинация перформанс, где уже само действие и само шоу выступает не менее важным, чем сам костюм. И номинация театральный костюм, что является изюминкой нашего фестиваля, потому что именно Александр Васильев, будучи художником театральным, предложил эту номинацию в наш фестиваль. И такого подобного ни в одном другом фестивале вы не встретите. Такой номинации. Ну, меня хочется, меня все спрашивают, спроси, пожалуйста, у Маши, спроси, пожалуйста, у людей, как Александр Васильев в жизни в обычной. Может ли он, допустим, подсказать что-то человеку, который к нему подходит, сфотографироваться или что-то еще? Какой он в жизни? Расскажи, Маша. Александр очень профессиональный человек, то есть это не вызывает никакого сомнения. И очень при этом скромный. И, то есть, несмотря на то, что мы начинали, когда он еще не был столь широко известен, и затем он, у него более популярен он стал, благодаря его передачам, которые тоже все смотрят, никакого особого райдера, никаких звездных, так сказать, вот этих замашек и привычек. Не подходите ко мне больше, чем на метр. Но нам, как организаторам, стало труднее не с ним, а с окружением, пожалуй, потому что действительно его атакуют толпы поклонников. Я не исключаю, что в следующем году нам надо будет уже какую-то службу безопасности подключать, для того, чтобы эти толпы поклонников уже не так, не забрали его на пуговки просто. На кусочки. А у меня вопрос, вот как долго шли репетиции, вот это все нужно же поставить? Кто руководил самим показом именно выверкой моделей? Да, у нас, потому что, получается, очень много людей съезжаются на два дня буквально со всей страны, и жесткая структура фестиваля позволяет с таким большим количеством людей, которые впервые встретились, сделать в результате дела, сделать шоу. И, конечно, с нами работает профессиональный режиссер Оксана Штанина. У нас профессиональное модельное агентство Самарские, с кем мы традиционно работаем. И для моделей тоже очень престижные, они ждут повозгских сезонов. И, конечно, работает целая команда, большая команда, потому что за кулисами людей не меньше, чем в зале, пожалуй. У вас очень оригинальная ведущая была в этом году. Маша с нами тоже неоднократно работает, да, Мария Феофанова. Вот, и, конечно, за счет четкой структуры и достаточно жесткого темпа, и нельзя опаздывать, все должны четко все делать в рамках регламента. Только благодаря этому удается такое большое количество людей организовать, и чтобы все было четко. Здорово. Ну, я хочу теперь обратиться к нашим гостям. Галина, ну вот каково это, участвовать в таком масштабном шоу, да еще и не просто участвовать, а даже как-то так победить? Ну, действительно, для нас это был совсем новый опыт. Мы в первый раз попали на Поволжский сезон, и в силу того, что мы не имеем прямого отношения и прямого образования, да, то есть мы вообще театр уличный. И привыкли, конечно, больше к такому... К асфальтному варианту. Солнце, люди, много... Ну, не фэшн, да, так сказать? Нет, совсем нет. Но был очень интересный и очень познавательный опыт. Нам, ну, ситуация так сложилась, как бы, что нам пришлось костюмы делать самим, потому что очень сложно найти, на самом деле, художника и, ну, дизайнера и портного, и то есть кто учел бы все наши пожелания и понимал бы нас, и делал то, что им требуется. Тем более, что есть определенная специфика. Хадули – это и так не слишком удобная танцевальная обувь, прямо скажем. Хадулисты и практически герои. Вот, поэтому костюм, конечно же, он в первую очередь не должен препятствовать движению, не должен препятствовать трюкам, потому что трюковых элементов очень много, да, и безопасность превыше всего. То есть у вас такой прям целый список, что как бы должно быть? Ну, что должно быть, что должно учитываться. Действительно, большой список и непросто. И, конечно же, должны образы те, которые мы вложили в героев, они должны напрямую с костюмом соотноситься, то есть соприкасаться и должны помогать человеку, ходулисту, да, там, актеру, неважно, должны помогать передавать то, что заложил хореограф, режиссер и все. Но мы узнали очень многого, очень многое, вот, я думаю, что это был не последний наш, я надеюсь за это. То есть зажбились, загорелись, да? Да, 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 очень, да, очень приятно. Вера, расскажите, белые сны, мы сейчас увидим на экране фрагменты, вот как раз-таки выступления, так скажем, именно вот шоу. Как долго вы готовили, чем вдохновлялись? Ну, вообще, белые сны, это уличный перформанс, он идет у нас минут сорок на улице, и вот то, что мы показывали, это был небольшой кусочек вытащенный, да, из этого перформанса. Как народ реагировал в зале на него? Понятно, что многие-то видели выступление. Ну, знаю этот, мы очень боялись, да, как все это воспримется вот именно в таком формате, на такой публике, но когда на полуфинале мы увидели, как все смеются и улыбаются, и всем весело и здорово, и потом в оперном, когда тоже весь зал, ну, как мы слышали, да, по аплодисментам, по каким-то вздохам, ну, это, конечно, очень здорово. У нас вообще-то так и есть идея, все, чтобы было весело и задорно. Нести добро людям. Да, нести добро людям. А что жюри сказала вам? Какое-то замечание было в вашу сторону? Что-то делали за ночь? Ой, мы так долго мы готовились к речи, целый день с Галей думали, что же сказать, что же сказать, что же сказать, а как-то у нас ничего и не спросили. Да, да. Поблагодарили. Поблагодарили, да. Сказали, спасибо, идите. Мы были очень удивлены. Маша, же есть какой-то комментарий по этому поводу? А я думаю, что главный комментарий, то, что эта коллекция является победителем в номинации «Перформанс», что нашим режиссерам-постановщикам эта коллекция была выбрана для закрытия конкурсного показа, поэтому других еще эпитетов трудно добавить. То есть сидят, стесняются, не говорят. Они стесняются, да. Вот, и мы очень рады, что вы приняли участие в первый раз и надеемся, что, конечно, не в последний. Мы тоже надеемся. У нас звонок есть телефонный. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, очень приятно слышали о таком замечательном фестивале, как «Поволжские сезоны» Александра Васильева. Да, вот я хочу сказать, что мода – это прежде всего искусство, потом только хороший вкус, красота, ну, какой-то определенный стиль, который, наверное, соответствует времени, определенному времени, образу жизни и так далее. Ну, мне кажется, на первый месяц это искусство. Спасибо большое. Ну, вот у нас уже есть два комментария. Нина сказала, что мода – это состояние души. Елена говорит, что мода – это искусство. Мы же ждем, друзья, ваших звонков по вопросу нашему сегодняшему, что же для вас мода. Разыгрываем билет на концерт Игоря Николаева. Я думаю, что как раз-таки хороший подарок. Ну, я думаю, наши сегодняшние гости в конце эфира оценят ваши старания. И мы выберем, на их взгляд, лучшее высказывание на сегодняшнем эфире. У нас есть еще фотографии с показа, есть с конкурсной программы. 19.14. Что это за коллекция? Это коллекция на Ильи Хайрулиной и Ксении Буреге из города Оренбург. Ксения Бурега неоднократно уже принимала участие в фестивале. Вообще Оренбург активно приезжает к нам в Самару, активно очень участвует. Но в этом соавторстве они участвовали впервые. Как правило, из Оренбурга они привозят коллекции в номинацию «Костюм-реальность». И эта коллекция как раз была лучшей в этой номинации. А почему 19.14? Я вижу, конечно, некоторые отголоски прошлого в этот год. Или это какой-то шифр какой-то? Это какой-то шифр. Да? Это какой-то шифр, который закодировали в своем названии дизайнеры. И я думаю, что это каким-то образом на них повлияло и было источником вдохновения. У меня вопрос. Что-то продают дизайнеры вот прям сразу или во время фестиваля, показов, потом у них есть? У вас есть какая-то обратная связь, что продалось, например? Да, у нас фестиваль развивается в эту сторону, потому что действительно дизайнеры стали делать более носибельные, более коммерческие вещи, более коммерческие модели. У нас есть шоурум после фестиваля, который уже несколько раз мы проводили, рассказывали про него. И в этом году после фестиваля два дня был большой очень шоурум. Купили многое, да? Действительно, вещи покупаются, что-то заказывается на индивидуальный размер под заказ, что-то приходят также байеры, и что-то заказывается для самарских шоурумов. Вот, поэтому у фестиваля есть предпосылки к созданию некой такой недели моды, в общем-то, нескольких дней моды. Как здорово! В общем-то, это уже сейчас так и есть, и фестиваль является такой отправной точкой для дальнейшего развития отрасли. Здорово! У нас по-прежнему поступают звонки. Игорь Николаев сегодня популярен, как, собственно, и мода. А давайте принимать, да. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Очень приятно. Давайте отвечайте вы на вопрос, что же для вас мода, а вы, девушки, запоминайте. Ну, мода – это, прежде всего, конечно, вдохновение, и вдохновило меня на стихи, хочу почитать. Ух ты, давайте. Мода – это стимул быть всегда красивой, в любую непогоду быть неповторимой. Модницы себя считают, на фестиваль по этим не считают. Усовершенствовать себя, Василий, благодаря. Вот так вот, спасибо, браво. Главный претендент, друзья, дерзайте. У нас есть, конечно, еще и поощрительные призы, так что, так или иначе, будем выбирать ни одного победителя. Но главный приз концерта Игоря Николаева ждет вас 25 октября в АДО. Запоминаем. Еще есть одна коллекция, которую тоже хочется показать. Коллекция, связанная с детьми. Называется она «Алиса». Ой, это очень интересная коллекция, и очень интересный автор. Светлана Черкашина из «Села Большая Глушица». Серьезно? Она участвует на фестивале с 2002 года, со второго фестиваля, начиная с коллекции под названием «Бал на свалке», который был сделан из фантиков от конфет, из пробок от бутылок, из палочек из-под чупа-чупсов. И за эти годы она неоднократно участвовала в фестивале, и она росла вместе с фестивалем, ее навыки, ее способности и талант рос и развивался. И в этом году очень здорово, что она показала целых три коллекции на полуфинале. Все три коллекции вышли в финал, и коллекция под названием «Алиса», детская коллекция, была признана лучшей в номинации «Театральный костюм». Ну, тут понятно, что за «Алиса», что за «Кролики» и все такое. Как вот детки вообще реагируют на то, что они становятся частью такой культуры, получается? Дело в том, что Светлана, автор этой коллекции, является преподавателем внешкольной деятельности, дополнительной. И она занимается именно с этими детишками, и вместе с этими детьми она эти модели создает. Поэтому дети, они выступают не только в качестве моделей, но также и в качестве тех, кто своими ручками это изготавливает. И мы за это Светлане очень благодарны, потому что она тот человечек, который несет это детям, причем в такой красивой форме, потому что далеко не всем удается с детьми так грамотно, профессионально работать. Выращивать будущих участников по возрасту сезонов. А Светлане это очень хорошо удается, потому что ее коллекция, ее работы получаются светлыми, детскими, добрыми и очень красивыми. Здорово. Ну вот я у девушек хочу спросить, а вы уже загорелись на следующий год тоже, да, принимаете участие? Ну, есть какие-то выстрелы, да. Вот. Я так понимаю, ваш коллектив, который создает эти костюмы, не только вы вдвоем? Ну, нет, конечно. У нас весь коллектив принимает участие в этом. Да, в основном, я в основном являюсь художником и актрисой, и театра. То есть, а Вера у нас в основном как-то конструктор, технолог, да, как правильно. А все остальные уже маленькие китайские цехты. Вот по шиву одежды, да, у листов и не только. У нас есть звонок, принимайте, давайте его будем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Зовут мой Сергей. Очень приятно. Мужчина, нам дозвонил в софер. Мужчина, ну расскажите нам, пожалуйста, что же для вас мода? Ну, для меня мода, то что мы, я бы хотел выразить словами Высоцкого. Так. О вкусах не спорит, есть тысяча мнений. Я этот закон о себе испытал. Ведь даже Эйнштейн физический гений весьма относительно все понимал. Как здорово. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, собственно, на этой прекрасной ноте, на этих замечательных стихах Владимира Высоцкого мы нашу первую часть закрываем, благодарим Театр Пластилиновой Дожи за участие. И во второй части уже встречаем Театр Грань из города Новокубышев, который тоже покорили зрителей удивительными выступлениями, эмоциями, костюмами, в том числе, так что не переключайтесь. Здесь немного мрачно и холодно, и такое ощущение, будто находишься в гигантском выпуске новостей. Танки в огне гражданской войны, нефть и большие деньги. Два месяца бессонной работы и самые актуальные темы, о которых говорили и продолжают говорить. Фролл веселый, удивил так удивил, восхищаются посетители. Сам же автор скромно следит за эмоциями гостей и весьма скептически относится к своим работам. Захотел сделать персональную выставку, все-таки давно персонально как-то не выставлялся в Самаре, 7 лет, много уже. Как сказала одна моя знакомая, это материал френд-ленты в фейсбуке. То есть все медийные поводы прошлого года, этого года. Наталья давняя поклонница работ художника, помогала ему в создании афиши. И уверена, что каждый самарец, неравнодушный к современному искусству, найдет за что оценить творчество Фрола Веселого. За нестандартный подход, за текущий акрил, люблю его, и за то, что он смотрит на актуальные темы. Потому что многие художники уходят в какой-то зал, а Фролл пытается нам какими-то интересными, доступными способами помочь взглянуть на мир. Вот, например, серия «Скотный двор», самая моя любимая. Я очень люблю коровок, свиней и гусей в исполнении Фрола Веселого. Но особое внимание публики привлекают эти гигантские тедди-биры. Стальные проклепанные мишки, казалось бы, играют огромным мячом или камнем баскетбол. Но, как признается сам автор, свое вдохновение он черпал из нашумевшего брельефа «Битва титанов». Некоторые работы Фрола Веселого уже выставлены на онлайн-аукционах современного искусства с весьма внушительной стартовой ценой в несколько сотен тысяч рублей. Его называют буржуазным художником и даже любимцем олигархов. Однако Фролл остается до конца верен своему городу и родной безымянке, которой он посвятил серию фото на районе. Следуя за модой себя, не уроду, есть такая тоже народная пословица. Я думаю, что в любом случае смех наших сегодняшних гостей, в числе которых и арт-директор Поболожки Сезона, говорит о том, что никого равнодушным не оставляет эта тема у вас в том числе. Что же для вас мода? И я думаю, что если вы вдруг что-то такое в себе отыщите, красноречивое, красивое, пламенное, звоните 202-11-22, дадим вам билет на Игоря Николаева, если ваша речь кажется действительно такой хорошей и по существу наши гости ее оценят и выберут именно вас. Звоните, дерзайте. Ну а я представляю у нас здесь по-прежнему Мария Казак, арт-директор Поболожки Сезонов Александра Васильева. И присоединились к нам гости из Новокульбышевска, актеры театра «Грань» Любовь Тювилина, здравствуйте, и Сергей Пузняков, здравствуйте. Маша, ну вот много, видишь, как замечательных театральных коллективов представленных, самарских. Только ли самарские областные были или из других городов тоже приезжали? Театральные коллективы, им немножечко сложнее в этом плане, потому что они привозят не только костюмы, но и, как правило, своих артистов. Поэтому те города, которые ближе к Самаре, они, конечно, больше представлены в театральной номинации, потому что они приезжают и с костюмами, и с труппой, с артистами. И это направление фестиваля тоже очень интересное, оно тоже развивается. Сцена оперного театра позволяет нам театральную номинацию тоже очень эффектно и красиво подавать, показывать. И театр «Студия Грань» является уже неоднократным участником Поволжских сезонов, традиционным нашим участником и очень успешным. Это здорово, но я хочу еще показать нашим зрителям коллекцию под таким удивительным, но очень емким названием «Ли Сан». Откуда эти прекрасные... Это коллекция Гульфии Белаловой из города Оренбург также. Она является, эта коллекция, победителем в номинации «Костюм. Художественная идея». Она всех членов жюри и зрителей очаровала своей, с одной стороны, простотой, но видимой простотой, потому что дизайнер сделала эту коллекцию в течение года. Каждая деталь, пропорции, силуэты выверены до миллиметра. И эта простота, вроде бы, восточная, вроде бы простота, на самом деле, очень сложна и очень красива. И на примере этой работы мы можем увидеть, что мода и одежда – это не только утилитарные, и далеко не только утилитарные вещи. Это еще и красиво, это все-таки часть искусства, культуры. И очень бы хотелось, чтобы наши зрители, гости не оставались равнодушными к моде и к фестивалю, и осмотрели на эти пропорции, на эту колористику, на эту палитру, и тем самым становились чуточку культурнее, интереснее, и применяли это для себя, в своей жизни, в своем костюме. Ну, не боялись, как-то экспериментируют, потому что, понятно, вывести такую коллекцию на широкую публику, да еще и плюс победить, мне кажется, дизайнеры вдохновляются. Дело в том, что эта коллекция, несмотря на то, что она представлена в номинации «Костюм художественной идеи», она и может иметь место быть для мусульманской женщины, для женщины национальной, закрытая, по канонам сделанная одежда, для определенных, может быть, не на каждый день, но для определенных случаев жизни, безусловно, может иметь место. У нас звонок, модный у нас сегодня, практически приговор здесь будут выносить наши сегодняшние гости. Давайте звонящего поприветствуем, здравствуйте. Ку-ку. Алло, алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Евдокия Васильевна. Очень приятно, Евдокия Васильевна. Ну вот мы сегодня уже... Мне 14 лет, занимаюсь модой, шью, вяжу, особенно люблю, ну, фантазировать сама. Так. И сижу за модой. Почему вы не принимаете участие в Павловских сезонах? Евдокия Васильевна, скажите, пожалуйста, надо? С удовольствием, но не знаю, куда обращаться. Вот как. Ну, давайте мы, может быть, услышим ваше какое-то мнение насчет нашего сегодняшнего вопроса. Что же для вас мода? Для меня мода – это рассвет жизни. О, как. Спасибо. Неожиданно, мне кажется, даже добавить нечего. Вот как-то здорово, емко, и тут ничего не добавят. Человек всю жизнь занимается тем, что он как-то украшает себя, свою жизнь, свою одежду. А я вот к нашим все-таки героям хочу обратиться. Что за спектакль такой «Таня, Таня»? Люба, рассказывайте. Это спектакль о любви, о ревности, о страсти. Он очень импрессионистический, поэтому и костюмы у нас такие, они очень легкие, они из натурального льна, они дышащие. Декорации у нас тоже очень такие легкие, то есть все кружится, все вертится. Давайте посмотрим. Есть, да, у нас фотографии этого замечательного показа, вашего выступления. Сергей, какую роль вы играете в этом спектакле? Я играю роль Иванова. Это тот самый человек, который между Танями, Танями. Ах ты! Да. Это самый пунктир, так сказать. Да, вы принимали какое-то участие в утверждении костюмов, в согласовании их с вами? Ну да, у нас в театре так все очень интересно происходит. Наш такой художественный вдохновитель, это Денис Сергеевич Бакурадзе, художественный руководитель театра. Он, когда мы начали работу над спектаклем, он принес картинки, примерно в каком стиле он бы хотел видеть вот это вот. Оформление, да? Стиль, да. А потом у нас есть совершенно чудеснейшая Елена Соловьева, волшебница, которая с такой любовью, с таким трепетом к этому всему относится, она приходила к нам на репетиции. Мы, когда мы еще были на этюдном этапе, когда мы только приносили этюды, сочиняли этот спектакль, мы там что-то как-то из своих собственных, там, в костюмерки брали какие-то вещи, что-то как-то. Пытались, да, создавать, там, как-то юбки подворачивать. Нет, так у меня, мои ботинки так и остались с репетиционного процесса. Да, да, да. То, что эти ботинки, как-то уже во время репетиций, я уже говорю, давайте новые. Я говорю, нет. И Денис Сергеевич потом посмотрел, говорит, ну да, в общем, они как бы сочетались. Такое-то совместное творчество. Ну, Еленочка, конечно, она воплощала все это, то есть досконально до каждого стишка, до каждой складочки это все продумано и ложится на характер героев. Удобно вам в них? Очень удобно. Это же самое, как бы, одно из тех, что на сцене, как бы, должно быть удобно, комфортно и плюс еще в эксплуатации, да, как бы, не на один сезон. Да, и еще в театре, мне кажется, очень важно, когда костюм, он не перекрывает актера, он помогает ему. И вот именно эти костюмы, они какое-то дополнение, они какой-то вот такой шарм придают всей остальной концепции. 202-11-22, есть ли у нас еще кто-нибудь желающий выйти в эфир и рассказать нам о моде? Давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Виктор. Очень приятно, Виктор, с таким победным именем. Вы сегодня к нам практически один из последних ворвались в эфир. Ну, что можете нам сказать о моде? Я хочу сказать, что мода – это моя жена, дочка и внучка перед зеркалом, после регулярного просмотра программ Александра Васильева, и мой взгляд задумчивый взгляд после этого. Где взять на все это деньги, чтобы купить? Скажите, пожалуйста, да, как вот они для вас показы, что ли, устраивают? Я не слышу, что там там. А не устраивают показы для вас, я спрашиваю? Скорее всего, да. Что-то со связью, но мы услышали, да, что для Виктора моды – это внучка, дочка, жена, все, кто, видимо, после как раз-таки просмотра действий… Вдохновленные Александра Васильева. Вдохновленные, там что-то прогуливают и говорят, нет, снимите, это сейчас не модно. Ну, вот если говорить об итогах все-таки фестиваля, я знаю, что вначале мы сказали, что все это продолжает, не останавливается. Что продолжается, что не останавливается? Ну, сам фестиваль, он традиционно в октябре, показы, все это имеет место быть каждый год, но потенциал гораздо больше и гораздо шире, поэтому в связи с этим у нас большое количество выставок проходит по итогам фестиваля, также выставок эскизов наших участников, модной графики, проходят шоурумы с участием дизайнеров одежды и где они представляют свои модели. Очередной шоурум ожидается в декабре, большой, предновогодний, праздничный шоурум. Ух, какие денежки, друзья, что могу сказать. И можно будет одеться к торжеству, можно будет купить подарки российского, самарского, поволжского производства. Вот, будучи членом союза дизайнеров российским, самарского отделения, мы также участвуем в выставках и продвигаем наших дизайнеров, вовлекаем их в союз, вступить в союз и участвовать также в выставочной деятельности. Например, вот завтра пройдет показ участников поволжских сезонов, которые потенциально могут стать членами союза дизайнеров. Мы помогаем участникам с таким продвижением. Показ пройдет в экспо Волге завтра в 13.30. То есть можно прийти посмотреть? Можно посмотреть работы, там же можно посмотреть историю фестиваля, в стендах выставлена будет история фестиваля за 15 лет, со всеми лицами, со всеми фотографиями. Тот, кто не успел ознакомиться с ней на самом фестивале, сможет прийти на выставку. Вот, и таких мероприятий проводится у нас очень много, за этим можно следить в соцсетях, в нашей группе ВКонтакте также можно следить. Ну, обязательно сделаем перепост. Мы всех, кто хочет, информируем, рассказываем и вовлекаем максимально всех, кто заинтересован. Ну, все-таки я предлагаю принять еще один звонок, финальный, на сегодня, и будем уже подводить итоги. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Екатерина. Екатерина, ну, давайте мы вас послушаем, за всем как бы решим судьбу всех сегодняшних участников. Да, вообще я считаю, что моды это очень замечательно, и очень рада, что этот фестиваль проходит именно в Самаре. Так. И безумно счастлива, безумно рада, что в театре «Свободиограмм» занял гран-при, потому что я лично знаю Дениса Сергеевича Бакурат, да, это наш преподаватель, мы очень гордимся им. Спасибо. Здорово, спасибо большое за такой комментарий, приятно. Ну, дорогие друзья, сидящие здесь и немного подальше всех нас, что будем решать, кого будем награждать, и что, собственно, кто? Ну, есть мысли? Первое место. Стихотворение про фестиваль, может быть? Да, да. Потому что было явно, что оно было написано в течение эфира и специально по теме, и моды, и фестиваля, конечно. Наша зрительница, которая... Равнодушным. Елена, по-моему, если я не ошибаюсь, дозвонилась нам. Так, все согласны? Да, да. Единогласно голосуем. Так, Елена, ну, а поощрительный пресс у нас есть еще пригласительный на спектакль театра «Город». Евдокия Васильевна, которая шьет с 14 лет? Да. Давайте ей тогда дадим, сходит, хорошо время проведет. Ну, я думаю, что никто не обидится, действительно, конкурс удался, и конкурс, я думаю, надо будет продолжать. А вот как заявиться-то, где информацию? На ваших сайтах и ресурсах, когда начинают уже принимать заявки? Ну, в общем-то, уже сейчас можно писать, и мы будем информировать о всех этапах. Вышлем положение официальное, может быть, все ознакомиться, посмотреть. Ну, а с другой стороны, как бы хочется спросить у наших гостей, спектакль-то продолжает, играет, живет? Конечно, мы приглашаем всех в Новокуйбышевск, это совершенно недалеко. От центра города Таняки, 20 минут, приезжайте. Таня, Таня будет у нас в декабре, 7, 8 и 9 декабря. 8, 9, 10. 8, 9, 10. А также 12 ноября у нашего театра замечательный юбилей, и мы всех приглашаем... Камера напротив мост. И мы всех приглашаем на премьеру «Корабль дураков». Как удивительно. Удивительно, юбилей театра запустят такой спектакль. Изумительные костюмы, так что я думаю, что... Да, костюмы-то должны быть удивительными. Ну, нельзя так себя хвалить, конечно. Нет, это не себя, а художника. По поводу 15-го юбилейного Александра Васильев что сказал? Будет 16-й или... Александр готов приезжать снова. Сейчас уже прям в ближайшее время согласуются даты. И, наверное, можно раскрыть секрет, потому что уже известна тема будущих 16-х поволжских сезонов. Это еще не звучало нигде, это эксклюзивная информация. Тема предстоящих 16-х поволжских сезонов – это неоконченное путешествие Россия-Франция. Ох ты, вот и думайте, друзья, чем удивлять. Тут уже наши дизайнеры задумались. Ведневековый французский фас. И руки потирают. Друзья, ну, собственно, сегодня мы подвели небольшие итоги 15-х поволжских сезонов Александра Васильева. Если вы там не были, ищите всю подробную информацию, видео, фото и в соцсетях, и на сайтах официальных источников. Я думаю, если вы дизайнер и заявитесь на следующий год, и у вас что-то есть такое уже русско-французское, и я думаю, что это будет интересно, как всегда, масштабно и по-настоящему, по нашему поволжскому гостеприимству, ну, грандиозное. Спасибо вам, ребят, что пришли. Удачи, творческих успехов, встречи на просторах Самарской земли, в разных шоурумах и галереях. Ну, а вам хорошего настроения. Будьте модными. Модно то, что удобно и модно. То, что, как бы, такое вдохновляющее, согревающее в такую погоду. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»